Субтитры создавал DimaTorzok Первые шесть бомб упали в воду, седьмая бомба попала в корму, наш пароход загорелся, и тогда все пассажиры стали кидаться в воду. Не помню, да что я рассчитывал, когда бросился за борт, не умея плавать, но я тоже бросился в воду и сразу погрузился на дно. Не знаю, какие там бывают у вас химические или физические законы, но только при полном неумении плавать я выплыл наружу. Выплыл наружу и сразу же хватился рукой за какую-то рогольку, которая торчалась под водой. Держусь за эту рогольку, уже не выпуская из рук, благословляя небо, что остался жив, и что в море подоты, когда такие рогольки не указаний имели и так далее. Ну вот держусь я за эту рогольку, и вдруг вижу, кто-то еще подплывает ко мне, какой-то штатский, вроде меня, прилично одетый, в пиджаке песочного цвета. Я показал ему на рогольку, и он тоже ухватился за нее. И вот держимся мы за эту рогольку и молчим, поскольку говорить не о чем. Впрочем, я спросил его, где он служит, но он ничего не ответил. Он только выпинул воду изо рта и пожал плечами. И тогда я понял всю нетактичность моего вопроса, заданного в воде. Ну вот держимся мы за эту рогольку и молчим. Час молчим. Три часа ничего не говорим. Наконец мой собеседник произносит. Катер идет! И действительно, видимо, идет спасательный катер и подбирает людей, которые еще держатся на воде. Стали мы с моим собеседником кричать, махать руками, чтобы с катера нас заметили. Но катер нас не замечает. Не подплывает к нам. Тогда я скинул себе пиджак, рубашку и стал махать эту рубашку и, дескать, вот мы тут! Сюда! Будьте любезны, подъезжайте! Но катер не подъезжает! Из последних сил я башу рубашку, дескать, войдите в положение! Понимаем! Спасите наши души! Наконец кто-то из катера высовывается и кричит на вропы райвы! Трам-тарарам! За что, обалдели, держитесь? За мину! Мой собеседник, как услышал эти слова, так сразу шарахнулся в сторону. И гляжу по полу катеру. Инститивно, я тоже выпустил из рук рогульку, но как только выпустил, так сразу с головой погрузился в воду. Снова ухватился за рогульку, уже не выпуская из рук. С катера вропы кричат, а это и трам-тарам! Не трогай трам-тарам, мину! Братцы, кричу! Без мина я как без рук подоножу сразу! Плывите сюда! Будьте так великодушны! С катера вропы кричат, не можем подплыть, дура голова! Подорвемся на мине! Плывить трам-тарам сюда, или мы идем в сию же минуту! Думаю, хорошенькое дело. Плыть при полном мне у меня не плавать. И сам держусь на рогульку так, что даже при желании меня не оторвать. Кричу, братцы-моряки, уважаемые флотские товарищи! Придумайте что-нибудь для спасения ценной человеческой жизни! Наконец тот из катера кидает мне канат, при этом вропы без вропы кричат, не вертись, что ты сдох! Сдорвется мина! Думаю, сами нервируют, криками. Лучше, думаю, я не знал, что ты мина. Я внял себя ровнее, а так, конечно, дергаюсь, боюсь. И мины боюсь, и без мины еще того больше боюсь. Наконец ухватился за канат, осторожно обвязал себя за пояс, кричу, тяните нос к черту! Орут, орут, прям надоело, зная не меня тянуть. Кричу, канат не помогает. Кричу, обрати своему желанию, опискаясь на дно, хуже ручками достаю морское дно. Вдруг чувствую, тянут кверху, поднимают, вытянули на поверхность, ругают сил мне. С одного тебя такая длинная канитель, чтоб ты сдох! Хватаешься за мину во время войны, вдовок не можешь плыть, лучше б ты взорвался на камине, обезвредил бы ее и себя. Конечно, молчу, ничего я не отвечаю, поскольку что можно ответить людям, которые тебя спасли. Тем более, сам чувствую свою недоразвитость, вопрос хвалей, недопонимание техники, не умея отличить простую рагульку от бог знает чего. Ну вот вытащили они меня на борт, лежу, обступили, гляжу, и собеседник мой здесь, и тоже меня бронит, отчитывает. Зачем, дескать, я указал ему схватиться за мину? Дескать, это морское хулиганство с моей стороны. Дескать, за это надо посылать на подводные работы от трех до пяти лет. Совеседнику я тоже ничего не ответил, поскольку у меня испортилось настроение. Когда я вдруг обнаружил, что нет саблой рубашки, пиджак тут при мне, а рубашки нету. Хотел просить капитана сделать трех на ее в кадре, чтобы осмотреться, где моя рубашка, и я ее на воде. Но увидев суровое лицо капитана, не решился его просить об этом. Скорее всего, рубашку я на мине оставил. Если это так, то, конечно, пропала моя рубашка. После спасения я дал себе торжественное обещание изучить военное дело, а отставать от других в этих вопросах не полагается. Спасибо.